Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Левовод «Заповеди сердца». И у нас идет сейчас 83 занятие. Мы находимся во вратах четвертых, врата упования. Раздел пятый. Продвинулись. Снова напомню. Каждый раз надо напомнить с самого начала. Врата четвертые, вот эти врата упования – это центр, это та цель, к которой мы идем. То есть, в конечном итоге, после того, как мы учимся, стараемся понять, набираемся сил и веры, где это все проявится, в чем это все проявится, где конкретное применение всех наших усилий и стараний приблизиться к Всевышнему. Где оно? Результат, как мы говорили много раз, Рамбан говорит это, результат веры, то есть, это конечное, то самое основное, что составляет нашу суть – это наша непосредственная жизнь. Жизнь с Богом называется упование на Всевышнего. То есть, как мы живем конкретно, каждую минуту, каждую секунду нашей жизни. Ну, на протяжении уже многих занятий мы уже разбирали эту тему со всех сторон, в многих деталях. И вот приходит раздел пятый, который спрашивает вопрос, казалось бы, технический, а на самом деле он подводит итог всему, что мы уже говорили, еще раз собирает это все вместе, чтобы у нас была ясная, четкая картина, что от нас требуется. То есть, когда мы говорим, я человек религиозный, что имеем в виду? Точнее, что имеем в виду, каждый, по-видимому, сам себе что-то придумывает? А как должно быть? Как нужно, чтобы было? Книга называется «Обязанности сердца». Ховато левого, обязанности сердца. То есть, вот это сердце и имеется в виду. Рахмана, либо бой. Катуш Барху хочет от нас, Сыричный хочет от нас сердца нашего. Чтобы в сердце нашем было полное упование на него. Чтобы не было, и как бы в нашей жизни, чтобы не изменилось, чтобы мы, наша жизнь, жизнь наша, не наши разговоры, не наши порой мысли, а вот непосредственно жизнь, инстинктивные реакции, ощущения, чувства, вот о них речь идет. Вот там мы должны испытывать полное упование, надежду на Всевышний. Давайте перейдем непосредственно к тексту, посмотрим, как Рабейну Бахи это мастерски разлагает снова это на многосоставляющие и подводит итог всему сказанному. Обратимся теперь к следующему вопросу. Чем отличается тот, кто полагается на Бога в добывании средств к жизни, от того, кто не полагается? Ну, казалось бы, технический вопрос. Давайте разберем, чем отличаются люди, которые да, полагаются, от тех, которые не полагаются. Снова напомним, тут речь не идет об атеистах, речь не идет о людях неверующих, речь идет о людей религиозных, верующих, но только, как мы говорили, есть человек, он вроде верит, но когда только дело доходит до конкретных ситуаций в его жизни, он остается с чисто умозрительным пониманием этого, живет с ощущением, с чувствами, с деяниями, в конечном итоге, очень далекими от Всевышнего. Итак, чем отличается один от другого? Первое отличие. Тот, кто полагается на Бога, с желанием принимает его решения во всех своих делах, благодарен ему как за хорошее, так и за плохое, как сказано в книге Йов. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословено. Знаменитая фраза из книги Йов. Также сказано в Псалмах, и милость твою, и суд я воспою, и то, и другое, я воспою. Объясняют наши мудрецы, будь благословена их память в трактате Брахот, если проявлено ко мне милость, воспою, и даже если он нас судит и накажет, тоже воспою. Еще сказали там в трактате Брахот, человек обязан бы восславлять Бога за зло, так же, как восславляет его за добро. Но это как надо, как должно быть теперь. Как может произойти в реальности. Однако тот, кто не полагается на Бога, когда хорошо ему восхваляет кого? Самого себя. Как сказано, ибо в книге Тилим, «Ибо его хвалится злодею, утоленьем, ожделением души своей, и грабитель сам себя благословляет, и хулит имя Всевышнего. А когда ему плохо, негодует на Бога, как сказано, и когда голоден будет и злобен, проклянет царя своего и ложных божеств своих, обратится бьет». То есть, проклянай его. Место это, надеюсь, вы уже... Ничего нового тут не сказано, вы уже много раз слышали. Это знаменитое место, которое цитируют во всех местах во многих лекциях. Когда человеку хорошо, он обязательно припишет себе. Когда ему плохо, начинает вспоминать про Бога. «За что? Почему? Почему именно я? Может, они его оценили, не поняли?» Человеку очень-очень-очень тяжело оторваться от своего «я». Вот если нет у него... Он не полагается на Всевышнего. У него сейчас находится перед какими-то жизненными решениями. У него есть посередине каких-то жизненных проблем. Пропитание ему, семье. И вот, ему приходится принимать усилия, бегать туда-сюда, добиваться чего-то. Пошло. Идет. Тут заработал, там еще подзаработал. Смотрит, как все что-то пошло. Тут какие-то акции поднялись. А тут его еще пригласили, какой-то еще в этот заказ не заметил. Вдруг он начинает вставать на ноги, называется. То же самое вдруг. Жена какая-то раздробрела, вдруг стала говорить спокойно. Всевышнего была как с цепи сорвала, а тут вдруг как-то... Что человек должен чувствовать? Ну, естественно, что он здоровый. А кто здоровый, вообще не замечает, что он здоровый. Мы замечаем, что мы здоровый только тогда, когда становимся нездоровыми. Что человек чувствует? Что он чувствует? Кто всего этого добился? Вот он уже машину купил, дом купил. Уже съездил туда и обратно. Уже добился какой-то почести. Его все уважают. Вопросы спрашивают. Он помнит Бога в этот момент. Ведь это он своими руками все это сделал. Неоднократно, надеясь, вы были около стены плача. Ну, как его называют? Стена плача. То есть туда ходят плакать. Вы видели, что кто-то пришел туда с радостью поблагодарить. И выначили, и мы говорим, а, я заработал столько-то, я сделал месту вот такую-то в Рухашем. Я здоровый в Рухашем. Мы не находимся, туда приходят только флаг. Когда плохо, вспоминаем блог. Когда хорошо, нет, при чем тут он, смотрите, я сделал так, я тут преуспел, я тут подсуетился. Смотрите, я тут сделал такую комбинацию, никто даже об этом не думал. И атак, и я сяк, и все, 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 все. Начал дело, что чик-чак, так сказать, тут продвинул. Это продвинул, стартап называется. Слышали такое? Не успел его развить, как тут же продал. Недорого, я знаю, там, 50 миллионов. То есть после того, что осталось в кармане, все осталось 50 миллионов. Ну, видите. А то, что он сам знает статистику о том, что из 100 этих стартапов, может быть, 5 или 6, они преуспевают, а все остальные, они разоряются. Ну, это так и было. Они что, были не столь умны, как ты? Они не имели проекты, достойные осуществления и реализации на должном уровне? Об этом он не помнит. Ему кажется, что это совсем естественно. Да, особенно ничего не надо. Вот сделал то, сделал это, то, то, то. Естественно, что я там сидел по 12 часов, потом 18 часов в сутки туда вложил силы, умения, то я, это я сделал. Ходит с гордостью, ходит. Снова речь идет о каком? О человеке религиозном. С пейсами, со шляпой. Про него речь идет. У нас не идет речь о нем. Забыл. Он верит, что есть Всевышний, но не полагается на него. Он, оказывается, полагается на себя. Вот такой человек, он столько времени, сколько у него идет все хорошо, он все пропишет себе. Своему уму, своим связям, своей смекалке, своей силе, своей красоте, своему обаянию. Я. Как только, не дай Бог, что-то не то, вай-вай-вай, молитва, и тилим уже у него там с дырками, и есть постоянное место около стены плача. И это в лучшем случае, да. А в лучшем случае начнет приходить претензии, озлобиться. За что? За что, как тут сказано? И хвалится злодею, таленем, ожделение души своей. А грабитель этот, хулит Всевышнего, ну, негодует он на Бога. Как у нас, принято. За что все эти вопросы? А где был Бог, когда была катастрофа? Вдруг у нас появляются вопросы. То есть до этого мы не спрашивали. Где был Бог до этого, до катастрофы, когда там кардюбалет был, делал, каждый стоял на голове, делал, что хотел, и всех предупреждали. Никто не помнил, что вообще есть Бог. Как только случилось, а пришла палка, пах-пах, наказание пришло. Как? Где он был, такого не может быть, это недопустимо, это как? Ну, так будьте последовательны. Или нет у Бога, тогда и вопроса нет. Если он есть, так почему же вы не вспоминали о нем тогда, когда все было хорошо, и когда вас предупреждали много раз? Ну, 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 не делайте этого. До третьего, четвертого поколения приходит наказание. Оно пришло ровно четвертом поколении. Вы же знаете, вы все вас предупреждали. Это у человека, это как, у которого нет упования, это как не должно быть. Теперь, а когда должно быть? Как должно быть? Теперь, слушайте внимание, давайте повторим текст, это очень важно. Слово в слово. Тот, кто полагается на Всевышнего, сейчас мы разбираем на уровне разума, умозрительное понимание, с желанием принимает его решения во всех своих делах. Обратите внимание на слово с желанием. Есть такое с желанием, с желанное. Что такое желанное? Желанное – это что-то, что... Если исполняется что-то желанное, это приносит нам радость, верно? И вот представьте себе о том, что произошло... Вот мы планировали одно, а произошло, как люди говорят, как всегда. Не то, что я планировал. Ну, как мы должны? Естественно, что я должна горчиться, я должна, я знаю, сожалеть. Нет, 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 должно быть желанное. Ведь о чём речь идёт? Ведь снова и снова давайте поймём, уже десятки раз, может, сотни раз повторили одно и то же. И для этого мы разбирали подробно, подробно, как устроен мир, и как Творец управляет этим миром, до какой степени тонкости он управляет этим миром. Нет возможности, чтобы что-либо произошло в мире действия, то ли конкретно осуществилось, без того, чтобы это не было желание Всевышнего. Слышите? Это не связано с возможностью выбора. Отдельный вопрос, известный вопрос философский, вопрос знания и выбора – это отдельный вопрос, мы уже разбирали. Неважно, знает Творец, не знает. У человека, да, есть выбор, он, да, выбирает. И при этом база всего, надо знать о том, что если в конечном итоге, как бы мы бы ни выбрали, осуществляется воля Всевышнего. То есть мы были здоровы, потому что туда раба. Заболели – туда раба. Заработали – отлично. Не заработали – полная бедность. Отлично, тоже хорошо. Ну, может быть, я не буду, так сказать, пускаться в пляс, но нужно туда раба. Значит, мне это сейчас не полагается. Нам очень тяжело это понять, о том, что если меня не приняли на работу, это мне такое же благо, как приняли. Если мне предложили еще дух, и она отказалась, значит, это мне такое же благо, как если бы она согласилась. Я же не знаю будущего, я же не знаю вообще, что меня ждет, не знаю, что через секунду со мной произойдет. Если человек не усвоит это, не повторит это тысячу-тысячу раз себе, еще раз, что это дошло до сердца, он не живет полной еврейско-религиозной жизнью. Не живет. Все хорошо. Есть деньги – хорошо, нет денег – тоже хорошо. Видите, как тут сказано, «Желание принимает его решение во всех своих делах, благодарен ему как за хорошее, так и за плохое». То есть, не только что он желание принимает, он еще и благодарен ему. Благодарен имеется в виду, что желание в сердце, благодарность в пустах. Поэтому тут и сказано, как в книге Йов, что Йов сказал нам пример человека, воистину верующего, о том, что Бог дал, Бог забрал, да будет и моего благословен. Кто мне… Снова, если мы не из тех негодников, которые помнят Творца только, когда есть плохо, а скажем, мы из тех, которые помнят его и когда нам хорошо, то точно так же мы должны сказать это. Вчера же она рассказала, она встретила одну женщину в ее семье, как Йов, как проблемы Йова. Муж заболел той самой болезнью. Один сын умер, другой сын молодой, молодой. А дочка вышла замуж когда-то, вышла замуж в свои 30, там, несколько, 35 лет и заболела тоже болезнью. И одна проблема со другой. Потом, это невозможно перечислить все проблемы, которые есть. Она встретила эту женщину, говорит, я просто поражена, и она ходит, она функционирует, она любая другая уже была бы в депрессии. Она говорит, я никогда не приходила с претензией к Богу, когда он мне дал мужа, когда у меня родились дети. Я не приходила к претензию, за что ты мне дал муж, за что ты мне дал, я тебе скажу, что ты у меня его теперь забираешь. Живой пример был, это не книга Йов, прямо женщина перед, перед, пример, настоящее, мужество, которое есть, пример, прямо сейчас. И она функционирует, она выглядит радостно, она со всеми контактирует, совершенно на здоровом уровне. Это величие. Бог дал, Бог взял, будьте благословенны. Знаменитые фразы царя Давида о том, что наоборот, когда у меня палка, то я еще лучше, я помню, что ты есть, я помню, что ты есть. Для нас, не дай Бог, что-то случается, конец света, конец света. Есть люди, которые хотят, чтобы тихо было, спокойно, тихо, спокойно, чтобы все было, никаких проблем, никаких, ищут без проблем. Комфортно, комфортно жизнь. А вот в больнице, все были в больнице, приблизительно, большинство людей, не все, но большинство с определенного возраста попадает вот в всякие разные эти места, где лечат. Что хуже всего для больного? Больной лежит, сестричка, врач, никто на него не обращает внимания. Скажите, тебя оставили в покое, ты же хотел, чтобы тебя оставили в покое, ты же видишь, тебя оставили в покое. Лежи спокойно, койко места есть, все, болей, тихо, спокойно. Такой больной сойдет с ума. Что он хочет? Наоборот, наоборот, пришли какие-то, какой-то, какой-то врач, какой-то, я знаю, медбрат, начали ему болеть, а то делали его, а, боли, но душевно-то он рад, мной занимается. А? Пусть поболит, ничего страшного, зато выздоровлю, что тут делаю в больнице, хотя бы для какого-то толку, то я лежу со мной, и вообще не обращает на меня внимания. Человек хочет пройти эту жизнь, чтобы у него все было тихо, спокойно. Снова. Никто не ищет себе проблем. И не дай Бог, чтобы никто после вот этих слов, что мы не говорили, начал молиться, ребенок, что пошли мне испытания. Уже такое было в прошлом, и самые великие праведники не устояли этому. Мы не ищем испытания себе в жизни. Но мы должны жить с полным таким ясным, глубоким ощущением, что если, не дай Бог, придут испытания, то я их приму, как принял все хорошее. То есть, когда у меня не было испытаний, так и я приму это. И у меня всегда будет возможность с двух сторон рассматривать любое, то, что мне пошлет испытание, то ли как проблему, это одна возможность, со всеми последствиями, то ли как вызов, и тогда жизнь совершенно другая. Представьте себе, что все проблемы, которые у нас есть, мы не рассматриваем как проблемы. Это только у детей. Недоразвитый мозг, называется, мы их декатнут, у нас есть иногда такое понятие, малые мозги. Такие люди, их может быть, им и 30-40 лет, но они, мозг у них еще маленький такой, недоразвитый. Они видят во всем проблемы. О, у меня такая проблема, у меня такая проблема. Ну, смотрите, что у вас и проблемы. Живите с проблемами, учитесь. У вас есть другая возможность? У вас есть выбор? Вас видеть это, ну, хотя бы как испытание, вы же еврей, вы же видите, все же испытание посылаете, все-все читаем, снова и снова, все испытание, все испытание. Хотите еще уровень повыше? Надо видеть это как вызов. А, представьте себе, вызов это Эдгар. Вызов это уже что-то другое. Это что-то, что, а, интересно, а как, а что сегодня будет? Человек утром встал, он еще не знает, что произойдет, но что-то точно произойдет. Там все-таки еще есть, там, 12 часов, я не знаю, там, у него есть, до того, тебе покоя пойдет спать, что-то произойдет. Как мы настроимся? Если мы настроимся, по-настоящему хорошо, настроимся, какой вызов у меня сегодня, как я пройду этот день? Как я смогу пройти его достойно, недостойно, как евреи, религиозные, с верой, смогу молиться сегодня, да или нет, сказать браху, благословение, с намерением, или просто поговорить с людьми, бенадам хаваро, улыбаться, дать сдаку с улыбкой, дать, с той, и одно, событие, которое произведение, не, я уже не говорю о том, что, не дай Бог, что действительно может что-то произойти. Иди, знай, что произойдет. И знай. Все, вызов. Жизнь меняется совершенно. Меняется, это просто с одного, ну, если мы видим все как проблему, представляете, сколько надо проблем решать? У нас нет усиления, и какая-то депрессия, и вообще, и вообще, и почему мне, и за что, и стараемся это все отодвинуть завтра, еще лучше послезавтра. И хотим их решать, ухудшаем свою ситуацию, все проблемы, все плохо, нехорошо. Это человек без упования на Всевышнего. Он верит, что есть Бог? Есть. Конечно, есть. О чем речь идет? Нету только упования. Нету упования. Человек, который есть упование, во-первых, я знаю, что это мне хорошо. Это сто процентов хорошо. Я головой понимаю, это мне хорошо. Я не знаю, что мне хорошо. То есть, я могу, только, я могу себе, как бы, какой-то сценарий нарисовать себе в воображении, почему мне это хорошо. Но я не знаю до конца, что мне хорошо. Но мне ничего не мешает видеть это как вызов. Понимаете, что такое вызов, это когда, а, это мне дается только для того, чтобы я еще больше приподнялся, чтобы я еще больше преуспел, чтобы я еще больше мне удалось быть близостью. Это есть вызов. Это совершенно все по-другому. И неважно, что нет у меня денег, прекрасно, какой вызов. Ну, давай сейчас посмотрим, как я живу. С деньгами я знаю, как жить. А ну, посмотрим, как без денег. У меня отличные отношения с женой. Очень хорошо. До определенного момента. как будто ее укусило, не знаю, как она сорвалась с цепи, не знаю, что тут. Да ну, сейчас посмотрим, как, какой вызов, ну, как, как, как сейчас ты будешь, как ты будешь, вот, решать эту проблему. Вызов, это вызов, понимаете, это вызов. Уволили с тебя с работы. Вызов. Приняли на новую работу. Тоже вызов. Все вызов. Заработал кучу денег. Ну, посмотрим, что ты с ней будешь. Вызов. Проиграл. Тоже вызов. Проиграл. Тема эта, думаю, ясна, разбирали ее много раз. Это первое отличие. Первое отличие, снова, тот, кто полагается на Всевышнего, он с желания принимает его решения о всех своих делах. Неважно, что, хорошо, плохо, приняли, исключили, выгнали, разбогател, обеднел, неважно, что, пришла, ушла, все хорошо. Это хорошо. И это хорошо. Любая ситуация, в которую мы попадаем, если оно уже совершилось, случилось, все для добра. Так мы понимаем, мы понимаем в нашей голове. Это умозрительное понимание реальности человека, еврея, религиозного, у которого есть не только вера, но есть плод веры под названием упование. Второе отличие, второе отличие, с которого раскрывается снова итог всего, что мы говорили. Он сейчас переходит на уровень уже ощущений, которые у нас есть. Спускается на один этаж ниже. Второе отличие. У того, кто полагается на Бога, душа пребывает в спокойствии, а сердце безмятежно. Каким бы ни был для него приговор Творца, и он знает, что Творец ведет его дело во благо ему в этом мире и в мире грядущем. Сказал Давид, царь Давид, мир ему, но пред Богом безмолвствуй, душа моя, ведь на него моя надежда. Однако тот, кто не полагается на Бога, всегда в страдании, в непрерывной тревоге, в печали и скорби. Не отстанут они от него ни в час добра, ни в пору зла, а в час добра, потому что он всегда недоволен своим положением и постоянное востребление добавлять и пронажать и грести под себя. Что за фраза? Такой нет тут фразы. То есть они перевели в образной форме по-русски, чтобы было понятно. Грести под себя. А в пору злую для себя, потому что он питает отвращение к своему положению, неудачник, не желая принять приговор, оно вступает в противоречество вожделениями своего природы и душевными свойствами, как сказал об этом мудрец, царь Соломон, книги Мишлея, у бедного все дни дурны, а у кого в сердце добро, а пир не пристанный. Видите, все оказывается, ключик в сердце не есть. Тут находится самая центральная часть. Одно дело умом. Важно, это начало всему, без этого вообще ничего не понимают. Мы разобрали эту разницу, а тут сейчас дошли до душевного состояния человека. Видите, человек может в наше время и раньше тоже было сойти с ума, просто сойти с ума от неудовлетворенности своей жизни. Помните, когда мы говорили, особенно нашего брата, недовольного всем, все вечно недоволены, все плохо. Тут написано, не додали, явно, знаете, большими буквами, не дополучил. не может ничему радоваться, все плохо. В былые времена, видите, то написывается печаль, скорбь, да, есть, кто доходит до печали и скорби, но в наше время, вот самое, по-видимому, типичное, наглядное, что мы видим вокруг себя, люди в таком находятся, мягко говоря, напряжении. Наш брат, это просто одни нервы, нервничаем, переживаем, все время за что-то переживаем, все что-то не то. Пришел, не пришел, вовремя, не вовремя, придет, не придет, получим, не получим, так это будет или не будет, а война будет или не будет, а зарплата будет или не будет, все переживаем, я уже не говорю про что-то больше, Все повод для переживания. Люди не могут успокоиться. Вот нормального такого состояния. Единственное, что один мне сказал, вы знаете, когда я беру в снотвор, засыпаю, вот так, чтобы... Это единственное, когда я... А так все время я постоянно в таком напряжении. Готов все время к чему-то. Он постоянно находится. Почему? Почему люди в таком состоянии? Ну, во-первых, давайте исключим, естественно, чтобы их довели до этого состояния. И они выросли в таком состоянии. Так давайте обвиним родителей. И это советское влияние. Тоже есть что-то в этом. И очень много есть в этом. Но и у них, и у нас. Каких них этих... Подов этих... Этого влияния. Не хватает самого основного. Не хватает. Не хватает и самой... Упования, которые должны полностью снять это напряжение. Ведь почему у нас есть это напряжение? Почему? Потому что снова и снова человек полагается только на самого себя. Помните, с чего начинается эта глава? Творец говорит, а-а-а, ты полагаешься на себя? Ну, тогда мне уже нечего. Особенно делать я... Уволился. То есть освобожденно на ответственности тебе помогать. Почему? Потому что, видишь уже, ты же надеешься на себя. Так что же я тебе... Мое участие уже неуместно. И действительно, человеку тогда приходится полагать на себя. А если он полагается на себя, то он действительно постоянно будет нервничать. Постоянно будет в каком-то нервном напряжении. Что будет? Как будет? Как? Смотрите, у человека. Он... Что случилось? Он вдруг понял, что если бы он не продал бы квартиру, а продал бы ее бы сейчас, он бы разбогател бы. Боже не просто... Понимаете? Он сожалеет. Сожалеет. Видите? Видите, на глазах было. На глазах было. Что я сделал? Что я наделал? В свой раз приходилось людей, которые считают, что они не на том женились. Не на том вышли замуж. Не те дети родились. Это хоть спады. То есть, до такой степени, что даже не те дети родились. Вот если бы продал бы вовремя, если бы я купил бы вовремя, вот если бы сделала... Сожалеет. Понимаете? Я не даю себе жизнь. Они просто... Они себя съедают. Вы же видите, что это произошло? Если бы произошло... Но это же не ваше. Это же очевидно, не ваше. Он объясняет это прекрасно несколькими предложениями. Это вся... Это описание всей нашей цивилизации. Человек полагается в этой цивилизации, в этой цивилизации, где, может быть, Бог есть. Но нет упования на Бога. Он говорит о том, что смотрите, что произойдет. Однако тот, кто не полагается на Бога, верит в Нем, но не полагается. Невозможно не полагаться на того, кого ты считаешь, что нету. Значит, он считает, что Он есть, только что Он не полагается на Него. всегда страданий в непрерывной тревоге в чале и скорби нервы напряжение почему в час добра ну казалось бы ну ну расслабься ну смотри нужно все хорошо все равно нервничать почему не нервничать потому что им никогда не хватает того что есть хочет еще лучше надо продвигаться надо продвигаться то есть каналю говорят продвигаться вставать на ноги по-русски имеется ввиду естественно в этом мире никто не говорит что надо вставать на ноги там даскать чтобы голова дошла до небес так вставать на ноги или 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 продвигаться как у нас говорят по ступеням и духовного развития имеется ввиду что нужно чтобы дом побольше было знаю там еще машина еще какой-то поездка куда туда-сюда чтобы в доме а надо продвигаться а как и говорят грести под себя это имели ввиду а того что есть хочется еще больше есть миллион хочется два если я миллионер морить здесь миллиардер это не настоящая что меня кто миллионер сейчас вообще в〇 tracks миллион стоит все время хотим все время заботы все время забота все время а еще больше еще больше учета все хорошо все есть еще больше почему хочу больше недовольны своем положении недовольны все время и все еще и все под себя приумножает приумнож primeira то есть даже Даже когда хорошо он не может, а тем более, когда в пору злую, то есть тогда, когда не идет, не заработал, нехорошее отношение, все плохо и здоровье, питает отвращение к своему положению, не желая принять приговор. Как так? Я нездоровый? Как так? Жена ушла? Как так? Я не заработал как положено, мне полагается. Я, смотрите, человек на широкую руку, на широкую ногу. Он вступает в противоречие с его вожделением. Оно вступает в противоречие с его природой и душевными свойствами. Он, 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 это такой человек, он злой на всех. Вы представляли этих людей, которые злые на всех? Я всех ненавижу. Знаете, всех ненавижу. Чего ненавидишь? Что случилось? Он просто не преуспел. То ли со здоровьем у него сильно не то, да, и он просто причитает и видит все здоровые, а он нездоровый. То ли он видит себя богатым, а он очень бедный. Почему-то все шарахаются от него, он думает, что все его должны любить. Связи не имеет, а думает, что их надо было иметь. Что, что только... И он все время ходит, он злой на всех, он всех ненавидит, он всех... Потому что, потому что его природа, его, его, его вожделение хотят одно, а он это все не получает. Начинает всех проклинать, начинает быть недовольным еще больше и больше. По 500 человек, который не имеет упования на Всевышнего, неважно, имеет он, дали ему, неважно, не дали ему, и тот, и другой, находится в плохом душевном состоянии, страдания, печали, скорби. Что делать? Ну, в наше время цивилизация придумала. Вот видите, платите, идите вот к психологу, если нет, вот идите к психиатру, это проще, таблетка. И вам, может быть, поможет. Может, нет, но, может, поможет. Теперь, какая есть таблетка божественная, которая сэкономит нам все средства, душевную боль и все остальное? Самое лучшее, которое есть. В принципе, это конечная цель всего, это всего, смотрите, сколько в мире. Это только подумать, только подумать. Ведь в основе всего, мы сейчас говорим о самом основном, о самом центре, это сердце всего, упования на Всевышнего. В чем оно состоит? Душевное спокойствие человека, верующего во истину. Совершенно душевное, полное спокойствие. Душа пребывает в спокойствии, в блаженстве. Сердце безмятежно. Есть у меня, у меня нет. Это хорошо, это никакая разница. Смотрите, сколько на Востоке, ведь эта тема, это же основная тема, вокруг вертятся, вокруг вертятся все религии, все-все-все вертятся. Я надеюсь, вы это знаете, понимаете. Индуизм, буддизм, тауизм, все-все-все-все-все религии Востока, которые в скобках, в кавычках, а не религии. А они все вертятся вокруг одного-единственного. В мире есть страдания. Основная теза буддизма. И причина этим страданиям, несуществленные желания, и, в общем, как нужно преодолеть это, как возможно. Разные пути решения одного и того же вопроса. Всего лишь навсего человек понял о том, что он бы хотел, чтобы в мире было только одни удовольствия. А в мире, к сожалению, есть страдания. Теперь человек страдает. Он хочет страдать, но он не хочет страдать. Каким-то интересным путем, не спрашивая того, он хочет только от неудовольствия. Естественно, что только от полного поверхностного взгляда он не спрашивает вопрос, а почему вообще он хочет этого удовольствия, почему тянет на удовольствие. Он даже не понимает, почему. Но это доставляет им удовольствия, я хочу удовольствия. Приходится страдать. Теперь, как решили вопрос страдания? На Западе одним путем, на Востоке другим путем. Как решили на Западе, как мы уже сказали? А средства развлечения. У тебя плохое настроение, как называется, развлекательная программа. Нажимай на кнопку, вот смотри, будет тебя смотри. Сейчас такие фильмы, говорят, есть. Люди смотрят, и они не могут оторваться от экрана. Все, забыл про свои заботы, про все, 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 все. Один фильм, второй уже, в два ночи, уже четыре ночи, заснул, все, утром с трудом проснулся, выпил в свое кафе, побежал дальше на работу. Все, забыл, нет проблем. Даже без антидепрессанта, без всего прочего. Средства массового развлечения. Нет, музыка, бум-бум-бум-бум, пошли, там с планчаткой, то есть, ездят, ездят, поехали туда. Надо сильно развлекать, все время, все внешне, внешне все развлекать, развлекать, так решают эту проблему. Если это не помогает, и если сам не дошел до наркотиков или алкоголя, как ультимативное решение своих проблем, это же решает все. То есть, как мы сказали, есть психолог, есть психиатр, даст таблетку, успокойтесь. Тихо, спокойно будете так себя вести, спокойно. Душа не так будет болеть. Ведь кто-то страдает от жуткой боли. На Востоке совершенно другой подход. Там люди не ленивые, не избалованные. Они пошли по пути, что называется, решения этого вопроса глобального. Поставили диагноз точно, что приводит душевное состояние к этой боли, к страданию. И нашли пути, как избавиться от этого. Вся йога и все-все-все-все пути, которые идут в буддизме, развитые в Китае, это все разные подходы. То ли социальной справедливости, то ли близости к природе, то ли работы над самим собой, над своими всеми качествами, которые есть. Это в конечном итоге, чтобы прийти к одному единственному. Освободиться от той самой душевной боли, которая может быть у человека, от страданий, которые у него есть. Шабон и Шабон. Что же вы не спросили? Ведь оказывается, что есть возможность совершенно другая. Совершенно другая. Эти религии, они безбожьи, они там нету, там есть человек внутри. Все вертится вокруг души человека. Всего лишь навсю они ищут пути, которые почему-то назвали религией, хотя это определенные психологические пути решения всех вопросов, которые есть в этом мире. И они это сделали просто с гениальностью. То есть это вершина человеческой мысли, которая есть. Мы находим в буддизме, в конфуцианстве. Это как они дошли до этого. Мы его, наши источники от Бога. Они сами, своим путем, своим головой. Все вертится вокруг их него эго, вокруг их него я. Все вертится вокруг этого. Все вертится вокруг, но единственное, как избежать страдания и как остаться в рамках получения удовольствия. Это все их, вся их тема, которая есть. Вместо этого, говорит Рабейну Бахи. А все, что есть в еврейской жизни, все, что Тора обязывает, сделай только шаг, который ты сделал. Если уже сделал, сделал до конца. Видите, вся книга как построена. Вот по этому принципу. Шаг за шагом. Если уже поняли, что есть Творец, значит, убедись в том, что он действительно присутствует в этом мире. Рассмотри его. Посмотри вокруг себя. Шарапхина, который мы изучали с вами. А после этого, к чему это обязывает. И как человек может прийти к вере. А самый основной результат, плод этой веры, который приводит к тому, что все ищут. Все ищут этого. Что человек хочет больше всего? Душевное спокойствие. Самое душевное спокойствие, в которое пребывает только человек, который в истину уповает на Всевышнего. Его сердце безмятежно, каким бы ни был для него приговор Творца. Неважно, он здоровый или он больной. Приходится навещать людей, которые не очень здоровые. Два типа есть людей. Есть, которые приходят, они люди угнетенные. Им плохо, им тяжело, они болеют. Есть люди, которые, вопреки болезни, их лицо светится. Просто светится. Почему? Потому что они не видят в этом приговор. Они приняли это совершенно спокойной душой. Есть состояние, которое называется здоровое. А есть состояние, которое называется больное. Они как здоровое мне послал Всевышний, так и больное прислал Всевышний. Кто знает, в каком состоянии должен находиться. Не я породил себя, не я источник того, что я существую. И не я тот, который меня приводит, который оставляет меня этот мир оставить. Значит, тот, кто управляет мной, дал мне эту жизнь. Он дал мне здоровую. Значит, он теперь дает ее больную. Он дал мне ее с обеспеченным, сейчас дал мне не обеспеченным. Какая разница? Нет никакой разницы. Это взгляд человека, который полагается на Всевышнего. Нет другого понимания религиозного человека. Нет, не существует. Все остальное – это вокруг да около. Это самое основное. Это центр всего. Вокруг этого все вертится. Снова прочтем. У того, кто полагается на Всевышнего, душа пребывает в спокойствии, а сердце безмятежно. Каким бы ни был для него приговор Творца, и обознает он, что Творец ведет его дела во благо ему, в этом мире и в мире грядущем. Человек не знает снова и снова, что хорошо для него, что плохо. Сколько раз было, что то, что он думал, что хорошо, оказывалось плохо. Причем это еще в этом мире, я не говорю. А многие вещи, которые, и это основное, которые человек, он думает, что для него это плохо, как та же самая болезнь, как то же самое страдание, как всякие мучения, всякие ситуации, войны, эпидемии. Мы видим это со стороны того, что нам приходится страдать. Мы видим с точки зрения глаза материалиста, человека, которого нету грядущего мира, который его жизнь заканчивается действительно в гробу, и на этом дело все закончилось. Вдруг как-то появился в этой жизни, прожил, па-па-па-па-па, кушал, па-па-па-па, 70 лет, па-па, в гроб. Знаете, так быстро прокрутим всю жизнь. Поэтому для него надо эти 70 лет, 80 лет, надо как, в удовольствие, в удовольствие, в удовольствие, надо удовольствие прожить. Тебя что, родили, чтобы ты в удовольствие? Тебя родили для того, чтобы ты закончил эту подготовку, как мы уже много раз говорили, эти 78 лет. Для мира грядущего, которая бесконечность, которая там, там, которая нет конца. Нет конца. Ах, как можно удостоиться этого, это великое-великое качество, которое надо удостоиться, достоиться, чтобы по-настоящему было в уповании в сердце, в всем, что происходит с человеком. Кто уповает, у него нету возможности сердиться. Ничего не может рассердить, ничего не может расстроить, ничего не может... То есть он расстроится тогда, когда нужно расстроиться, понимаете? Но вот так, чтобы выйти из себя и потерять полностью контроль над собой. Это люди, которые только полагаются на себя, люди, которые живут только в этом мире. У них нету понимания того, что иногда для того, что достается грядущего мира, страдания в этом мире – это самое большое благо, которое есть. Сколько людей приходят к неверию только потому, что они видят в мире зло. Откройте книги, сейчас огромное количество книг антирелигиозных. Для них тема зла является основным доказательством, но не может такого быть, чтобы Бог принес зло в этот мир. И перечисляет все зло, которое только есть. Ну, очень хорошо, перечисляйте, мы еще добавим, может быть, что-то мы не забыли, не дописали. Ваш взгляд. Атеистический, материалистический для вас нету, естественно, вы не понимаете. Не может такого быть, что делать. Итак, кто вам сказал, что это зло? Может быть, в ваших глазах это зло. Но то, что касается жизни в грядущем мире, это может оказаться самым большим добром. Итак, это второе отличие. Это хороший и важный итог, который центральный, который мы должны были снова и снова повторить. Перейдем теперь к третьему. Третье отличие – это тоже очень важный итог. Очень-очень важно касается каждого из нас. Это касается всей нашей жизни. Очень-очень-очень-очень важно. То есть это лиходед – это заострить, вот точно заострить, где находится вот это, в конкретной точке, где находится упование на Всевышнего. Тот, кто полагается на Бога и занимается добыванием пропитания, не возлагает в своем сердце надежд на материальные средства. Он не ждет от них ни пользы, ни ущерба, полагая причины пользы и ущерба только воле Бога и занимаясь материальными делами, только потому, что он избрал служение Творцу, который поверел заниматься делами этого мира для его заселения, устройства. А если его занятия принесут ему заработок или предотвратят ущерб, он будет благодарить за это одного лишь Бога и не увеличить свои любви и привязанности к тем занятиям, средствам, что принесли ему успех. Эта тема крайне-крайне важна. Снова-снова ее повторим. Здесь называется средства. 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 То есть опосредованно. Надо это, чтобы слово было понятно. Есть понятие средства. Например, автомобиль – это средство передвижения. Правильно так говорят? Например, человек хочет попасть в какую-то, я знаю, поехать в хайфу. Это его цель. Какое средство? Ну, вот автобус, машина, можно в поезде. Средство передвижения. Это не самоцель, только средство. Теперь. Есть интересное и важное, важно каждого из нас понимание. Если человек действительно, он упывает на Всевышнего. Понимаете? Творец управляет миром и упывает на Него. Что он еще понимает? Он понимает о том, что если, например, я работаю. Работаю, неважно, программистом. Зарабатываю энное количество денег. В хорошей фирме. Вопрос. Кто мне платит зарплату? Зарплату любого человека. Он говорит, фирма платит. Google. Видите, работаю Google. Платит Google. Google мне платит. Смотрите, какая зарплата. Вот такая зарплата. Вот такая. Хорошая зарплата. Это человек, может быть, и верующий, да, но он совершенно не уповающий. Уповающий человек знает хорошо, платит Бог. А кто Google, кто такой? Это средство. Через него это проходит. Папа купил сыну машину. Кто дал машину? Папа дал машину. Тут уже нет. Папа дал машину. Нет, это не папа. Бог дал машину. А кто был средством? Папа оказался средством. Все, значит, я средство, это я, это мое решение. Какое твое решение? Кто тебе в голову эту мысль дал? Для чего тебе надо давать сыну? И так далее, и так далее. Купил машину. Очень хорошо. Он был средством. Теперь совершенно другой вопрос. Мы должны, помните, тут весь иудаизм построен на Акарата Тов, на добра, признание добра. Естественно, что надо сказать, папе спасибо. И надо, и надо, так сказать, выражать благодарность руководству Google, чтобы он имел такую зарплату. Одно другое не касается. Мы должны быть людьми благодарными во всех областях нашей жизни. Но правду, то есть ощущение, с чем я живу, мы должны знать. Мы получаем все средства прямо от него. Поправим себя. От него. Ну, через вот, через папу, через Google, через какую-то фирму, через еще кого-то, или еще кто-то принес, что-то дал. Есть много посланников в мире. Человек, который, это совершенно другая жизнь, когда человек живет, и он полагается на место своей работы. Он сейчас идет с ума на этом месте работы. Почему? Потому что он от нее зависит. Меня держат, меня не держат. Он все время в напряжении. Вот уже я видел объявление. Так набирает новых работников Google. Прочел. Пссс. Это точно мой профиль, да? Точно, значит, меня выгонят. Кого-то еще вместо меня. Ой-ой-ой. И начинает волноваться. Так, а зарплату меня поднимет, не поднимет. Не знаю, я попрошу, меня выгонят. Он все время в каком-то напряжении находится. Почему? Он думает, что его материальный уровень, обеспеченность, она зависит от того, что решит руководство или его босс в этой фирме, в которой он работает. И забыл он о том, что фирма, включая босса, все 100% зависит от того же бога, как и он. И они точно так же управляемы. Один человек работал в фирме под названием Тева. Слышали? Пссс. Не было всего лишь полтора года назад знаменитой израильской фирмы, которая прославилась на мировом уровне, которая мировые масштабы продвигает свои дела самым лучшим образом. Кто работал на Теве, зарабатывал прекрасно, а еще у кто бы были акции, они росли постоянно. Ну, только не сказали, только начали всех хвалить, хвалить. Это страшная вещь хвалить, нельзя хвалить. Как только начали хвалить, бах, все, все развалилось. Все проиграли, этих выгнали, это того перевели, это... Они верили всей душой о том, что их доход зависит от фирмы под названием Тева. Вообще она не понимая о том, что зарплату платит сам творец. Единственное, что, так сказать, выбрал эту фирму в качестве средства. Теперь давайте снова посмотрим, что тут происходит у нас. Если человек... Видите? Начнем с того начала. Тот, кто полагается на Бога и занимается добыванием пропитания, не возлагает в своем сердце надежно-материальные средства. Ни на кого? Ни на кого? Ни на родителей, ни на должность, ни на даже ни страну, ни на что. Он не ждет от них ни пользы, ни ущерба. Вы слышите? Он не ждет от них ни пользы и ни ущерба. Они... Это кукольный театр. Это кукольный театр. Вы же видите эту куклу, но вы ждете от нее что-то. Вы понимаете? Да головой о том, что там кто-то дергает за ниточки. Полагая причины и пользу и ущерба... Все причины и пользу и ущерба только в воле Бога и занимаясь материальными делами только потому, что он избрал служение Творцу, который повелел заниматься делами этого мира для его заселения и обустройства. Просто проблем в размолочности другой нет. После того, как произошло то, что произошло, в самом начале Творения, когда после первого греха первого человека, то уже нет возможности жизни, такой, как было у первого человека до греха, когда все было обеспечено, и у него не было никаких забот ни о чем. А так как у вершинства грешил, то это привело к ситуации, когда он сам наказал самого себя. И тогда пришло наказание в качестве проклятия. И это проклятие, это вещь постоянная. В чем оно состоит? В том, что теперь все, что раньше человек получал, и для него делали мелахим, ангелы, как бы условно говоря, какие-то духовные силы, теперь приходится делать все самому. Раньше хлеб рос на дереве. Опять, это образное выражение. Вино ручейком било, мясо уже готовое было в качестве, уже поджаренное было. Это образное выражение, что происходило в том самом Ганедене, в том раю еще до того согрешения. То есть все эти совершенно ненужные для цели появления человека в этом мире работы, они делались вот этими помощниками, которые есть. Как только человек согрешил, он перевернул все. И теперь все, что ненужным, чем заниматься, он вытяжен заниматься. Человек не сотворен для работы. Интересная мысль, верно? То есть я сразу, да, точно, я так и думал. Человек не сотворен для работы вообще. Он не должен работать. Для этого он сотворен для того, чтобы заниматься духовной работой, для того, чтобы предстоять перед испытанием. Для этого он сотворен. А работа – это всего лишь проклятие. Это наказание, которое у него нет. Есть человек, который… Пришла женщина к раб импарату и сказала, хотела посоветоваться с ними, и говорит, вот я работаю, у меня очень хорошая работа, зарабатываю. Но не по душе работаю, понимаете? Не по душе. Я хочу поменять работу. Он говорит, смотрите, я… Шелха на руке не написано о том, что работа должна быть по душе. Это проклятие. Где вы видели проклятие по душе? Работают, потому что это проклятие, и другого выхода нет. И надо знать, что это проклятие, и надо работать. Надо работать для того, чтобы просуществовать, иначе не сможете просуществовать. Зарабатываешь хорошо. Тихая, сухая, спокойная работа. Очень хорошо. Это проклятие. Так и надо к ней относиться. Надо знать о том, что это не самоцель. И там не надо получать… Люди, у которых нет цели в жизни, люди далекие от всего, от вообще понимания. А для них просто жизнь настолько пустая, что их надо, чтобы что-то занимало. Поэтому работа должна занимать. Потому что там в основное время, где ты находишься, поэтому должно быть увлекательно. И действительно, у народов мира так и должно быть. Они просто сойдут с ума. Но у тех, которые есть цель в жизни, знать, для чего они появились в жизни, для них это ясно должно быть, очевидно. О том, что я не программист. Я не адвокат, я… А кто я? Я работаю программистом, чтобы… Проклятие, что делать? Нравится, не нравится. Это проклятие. Я адвокат. Я не адвокат. Я не хочу быть адвокатом. Я у меня вынужден работать, мне надо прокормить детей, но у меня голова такая, что лучше работать адвокатом. Это такой взгляд у нас должен быть. Все средства. Это надо знать. Все средства. Все, что мы… Где мы находимся, что мы не находим, специально, что на плате, все-все-все-все это средства, все мы получаем. С этим ощущением надо жить. Поэтому мне все равно. Меня приняли на работу, мне уволили с работы, я получил средства, не получил средства. У меня все претензии, у меня нет претензий к моему работодателю. Он же тоже, он же этот самый, марионетка. Кто ему сказал, меня уволить? Тот, кто сказал, меня принят, он сказал, ему и уволить. Да. И если его занятия принесут ему, если его занятия принесут ему за работу, за работу, или предотвратят ущерб, он будет благодарить за это, на воле Всевышнего. И не увеличить своей любви и привязанности к тем занятиям, средствам, что принесли ему успех, и не возложить на них свое упование, укрепить свою уверенность, чтобы еще больше полагаться на него, в своем сердце, на него, а не на материальные причины, на все эти средства, которые есть. А если они не принесут успеха, он будет верить, что его пропитание придет к нему тогда, когда пожелает того Господь тем путем, который будет его угоден. И он не возгнушается теми делами и не оставит их, видя в них свое служение Творцу. Понимаете, вот совершенно все по-другому, совершенно все по-другому. Это человек, который, не, не его приняли, и он будет совершенно спокоен о том, что, так сказать, будет говорить, благодарить Бога, меня приняли, а его, его уволили, будем благодарить Бога, что его уволили, и никогда не будет приходить в претензии и вечные поиски виновных. У нас всегда, не дабы что-то случилось, вот недавно было, это не то, что не должна быть критика, чтобы никто не понял в крайнюю сторону, да, критика должна быть, надо, чтобы не было расшланут, как мы говорим, не было безхалатности, безответственности, это отдельный вопрос, но вот иметь эту культуру, вечно искать виновных, вечно вот, начнем виновных, и все сразу успокоились, как будто ничего не произошло, как будто ничего не произошло, мама, сколько есть ситуаций, когда происходит, не дай Бог, какая-то автомобильная какая-то катастрофа, которую никто не ищет, даже те водители неосторожные, которые, все неосторожные, но только почему-то не со всеми случаются эти автокатастрофы, когда произошло, случай, который был полтора года назад, где-то, который даже попал в прессу, как водитель тендера забыл ребенка. И он в машине. И родители, религиозные ли родители. Он пришел перед ними плакать, извиняться. Он говорит, они что-то не поняли, что-то плачут. Это не ты, ты был посланником. У нас Бог нам дал ребенка, Бог забрал. А то, что ты оказался посланником, это твоя... Это твои счета с Богом. Это не наши. Мы вовсе на тебя не имеем против тебя ничего. И не подаем на тебя ни в суд, и не будем искать и просить, чтобы тебя наказали больше, чем тебя наказали. Что это культура, которую постоянно видим вокруг себя. И наоборот, тот же, кто не полагается на Бога, занимается добыванием пропитания, полагаясь на материальные причины, верясь, что именно они приносят успех. То есть, почему я зарабатываю 20 тысяч? Потому что я в Гугле работаю. Понимаете? Я туда попал своими силами. Вот это, о, вот это, они только полагаются на это, только на себя. Если они действительно принесут ему пользу, успех, он приносит их. А, я добился. Но если нет, он оставит их, возмущается ими, они утратят для него свою притягательную силу и так далее, и так далее. А, уволили из Гугеля, о, ничего, они сейчас разорят, начнется. На все это, похоже, заканчиваем. Представьте себе, человек подходит к крану с водой. Открывает, нет воды. И открыл так, открыл так. Нет воды. Что он делает? Он идет в магазин, покупает новый кран. Поменял кран, открыл, нету. Жена смотрит на него, говорит, ты чего? Он говорит, что такое? Он говорит, врачок, тут кран. Пойди посмотри, выйди на улицу, может, там перекрыли, может, проверь счет, может, тебе муниципалитет, это Илья, она, 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 мэрия, она тебя отключила в воду. Ты, ты, ты же не платишь за воду. Тебе там, там, наверху перекрыли эту воду. Вы понимаете, этот человек, который надеется на, называется МЦИ, на средства, он думает, что вода у него кран дает. А они откуда-то, вот оттуда, из источника она исходит. Так и у нас. Все блага, которые у нас есть, они мы получаем только от Бога. Так должен ощущать человек, в истинной уповающий на Всевышнего. И никогда не думать о том, что это приходит из каких-то средств. То есть посередине кто-то, как будто от них это все исходит. На этом мы с вами остановимся. У нас еще четыре, еще три отличия, четыре отличия разберем в следующий раз. Всего доброго. Привет из Руссо-Любина. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok